Сегодня на них не спортивная форма, а классические костюмы. Праздник для тех, кто видит спорт своим призванием. День физкультурника отмечают сотни людей по всей стране. В областной столице торжественная часть прошла в зале правительства. Здесь те, кто каждый день отдает свое сердце и знания детям. Тренера. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден Алексей Михалкин. Но главное признание его трудов – победы воспитанников. Стремление, вера своих спортсменов, воспитанников прежде всего. Ребята стараются добиваться успехов на мировой арене. Гордость России, гордость Ульяновской области, нашего региона. Сейчас наши спортсмены как никогда раньше нуждаются в поддержке. Россия столкнулась с давлением на мировой арене. Многие соревнования отменили, но министр спорта Рамиль Егоров отметил – все пробелы заполнят. К примеру, с 25 по 29 августа в регионе пройдут игры «Россия-Беларусь». Больше 80 спортсменов из дружественного государства вместе со спортсменами Приволжского федерального округа будут бороться за победу сразу по 9 видам спорта. Мы предложили министерству спорта России новую форму проведения соревнований, которая отходит и от шариков, фонариков, включает многокомплексность. И я думаю, что последствия будут очень большими ощутимыми. Потому что многие детишки посмотрят и выберут какие-то секции, направления нашей школы пополниться новыми кадрами. Алексей Русских предложил пригласить на соревнования спортсменов из Луганской и Донецкой народных республик. Глава региона добавил – пропаганда здорового образа жизни – одна из основных задач. Для этого создают комфортные условия, открывают новые площадки, ремонтируют уже существующие фоки и остальные профильные учреждения. Имея крепкую базу, Ульяновская область неоднократно выступает организатором крупных соревнований. На дни проведения университета Ульяновская область стала столицей спорта нашей страны. Я благодарю всех, кто приложил руку к тому, чтобы главное спортивное событие этого года в нашем регионе прошло успешно. Одной из составляющих этого успеха – хорошая подготовка спортсменов. А чтобы было кому их готовить к соревнованиям такого масштаба, нужны тренера. Спортивная отрасль, как и многие другие, испытывает кадровый голод. Утолить его решено с помощью мер поддержки молодым специалистам. Для этого действует областная программа. Каждый молодой специалист будет получать от нас поддержку в размере одного миллиона рублей, если он будет работать в сельской местности. Поэтому здесь целый спектр моментов, целый спектр предложений, которые мы отрабатывали с общественным советом, с нашей спортивной всеобщественностью. В этом году такой льготой уже успел воспользоваться один начинающий тренер. Он направлен в Сурский район. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.